Ну не получилось, допустили свои собственные ошибки, поэтому вот такой результат, близкий к финалу, но не в финале. После чемпионата мира вообще перерыв у нас, вот до 10 января. 10 января сбор будет в Москве. И вот этот период, в принципе, разгрузочный. Просыпаюсь, подъем в 8 утра, завтракаем, ребенок в садик введу. Потом, если есть утренняя тренировка, тренируемся утром, приходим, обедаем, провожу время с семьей до вечерней тренировки. И после вечерней тренировки с 5 до полвосьмого, и с полвосьмого до 11 тоже с семьей провожу и спать. Индивидуальные прыжки, синхронные прыжки. Буду с Азаряным Сергеем прыгать. Ну, естественно, это попадание в полфинал, трех человек максимальная квота, и финал два человека. И я уверен, что федерация на призы рассчитывает 100%. Колумбийц сейчас вот показал, он в два раза в финал попал в Испанию, в Португалию. И Новый Зеландец. Китайцы, японцы, причем вот всем составом 4 человека. И так еще единичные случаи. Один белорус очень сильный. Мне тяжело в батуте, да, я не хочу, чтобы мой ребенок занимался батутом, хотя в каждом виде спорта тяжело. Не вижу ничего в нем плохого. Вижу только положительное, так как он развивает координацию очень хорошо. Что в дальнейшем в жизни помогает во всех аспектах, в принципе, быть постоянно таким мобильным, координационным. Но хочу отдать в хоккей. Я не скажу, что открывается много спортивных школ. Это все в основном ради развлечения открывается. Это конечно. Да, батутные центры. И там не настолько профессиональные тренера. И нужно понимать то, что спортивная школа профессиональная, она, конечно, отличается подготовкой. Нельзя привести ребенка пятилетнего и сразу его поставить на батут, потому что у него мышцы еще не готовы к таким нагрузкам. Кости не сформировались. То есть и у нас тренера все делают это постепенно. А в батутном центре приводят трех, четырех, пяти годовалых детей сразу их на батут. Ну, естественно, там такая нагрузка на позвоночник. И очень тяжело. Может, там и профессиональные тренера, но организм малышей подводит еще их. Пойдете вы куда-то дальше? Я сказал, возможно, я могу попробовать в цирке. А целенаправленно я не собираюсь туда пойти. То есть, ну, время покажет. А по поводу батутной школы были уже мысли открыть такой же коммерческий центр. Но это очень много денег нужно, чтобы открыть. И как бы конкуренция уже в достаточно высоком уровне.